Приветствую всех на канале. В этом видео речь пойдет о нейромедиаторе гистамини, его рецепторах и фармакологических эффектах. Гистамин играет важную роль во многих физиологических процессах. Это биогенный амин, который образуется из аминокислоты гистидина и хранится в визикулах в тучных клетках и базофилах которых особенно много. В коже, желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях. Тромбоциты в крови также содержат гистамин. Гистамин вырабатывается и паракринными клетками желудка, стимулируя секрецию желудочной кислоты париэтальными клетками. Гистамин действует как нейромедиатор в центральной нервной системе. Он высвобождается из тучных клеток при взаимодействии моноглобулина Е с антигеном, при этом происходит связывание с мембраной и дегрануляция тучных клеток. И от других стимулов также может вызывать высвобождение гистамина из тучных клеток. Например, стимуляция образования циклического гуаназин-монофосфата, увеличивает высвобождение гистамина, тогда как увеличение образования циклического аденазин-монофосфата противодействует этому процессу. Дегрануляция тучных клеток также может быть вызвана бактериальными токсинами, лекарственными средствами и пищевыми продуктами или гистамино-либераторами. Наиболее известными гистамино-либераторами являются цитрусовые, арахис, шоколад, клубника. Рецепторы гистамина классифицируются как H1, H2, H3 и H4. Все четыре типа рецепторов являются рецепторами, связанными с G-белками. H1 рецепторы действуют через активацию фосфолипазы увеличивая производство инозитол-3-фосфата и увеличивая доступность внутриклеточного кальция. Подтипы рецепторов H2, H3 и H4 изменяют активность аденелоциклаза и циклического аденазин-монофосфата. H1 рецепторы участвуют в аллергических реакциях, вызывая дерматит, ренит, конъюнктивит и другие формы аллергии. Активация H1 рецепторов на коже и слизистых оболочках вызывает расширение сосудов и увеличивает их проницаемость, приводит к покраснению, застою, отечности и воспалению. Гистамин является мощным стимулятором чувствительных нервных окончаний, особенно тех, которые передают зуд и боль. Этот H1 связанный эффект является важным компонентом реакции на укусы насекомых и действия крапивы. Стимуляция H1 рецепторов в легких и бронхах вызывает кашлевой рефлекс, сужение бронхов и снижает вязкость бронхиального секрета. Рецепторы H1 и H3 в центральной нервной системе играют важную роль в обеспечении аппетита и насыщения. Например, стимуляция H1 рецепторов в мозге приводит к подавлению аппетита. Активация H1 рецепторов вызывает сокращение большинства гладких мышц желудочно-кишечного тракта. Поэтому большие дозы гистамина могут вызвать диарею, отчасти из-за этого эффекта. Еще один эффект гистамина сокращение матки. Если в кровоток попадает достаточное количество гистамина, общее периферическое сосудистое сопротивление и артериальное давление падают, и у человека может развиться анофилактический шок. Стимуляция H1 рецепторов в мозге приводит к снижению продолжительности сна. Теперь рассмотрим эффекты стимуляции H2 рецепторов. Гистамин является мощным стимулятором секреции желудочного сока и, в меньшей степени, выработки пепсина и внутреннего фактора костла. Эффект вызван активацией H2 рецепторов на париэтальных клетках желудка и связан с повышенной активностью одинилоциклазы, увеличением концентрации циклического аденозин-монофосфата и внутриклеточного кальция. Гистамин также стимулирует секрецию в тонком и толстом кишечнике. Стимуляция H2 рецепторов не только увеличивает секрецию желудочного сока, но и участвует в аллергических реакциях. Стимуляция этих рецепторов приводит к расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и желудочно-кишечного тракта. Активация рецепторов H2 в сердце увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, но сердечные эффекты гистамина в физиологических условиях не проявляются в большинстве случаев. H3 рецепторы расположены в различных тканях на периферии и на нервных окончаниях. Активация этих пресинаптических рецепторов в головном мозге подавляет высвобождение гистамины и других нейромедиаторов. Они присутствуют и модулируют активность дофаминергических, холинергических, адренергических и серотоненергических нервных окончаний как центрально, так и периферически. Этот подтип рецепторов участвует в регуляции процессов познания, а также в центральном контроле движения, веса и температуры тела. Стимуляция H4 рецепторов оказывает влияние на хемотаксис.